Всем привет! Меня зовут Ирина Павлова. Я профессиональный художник, работающий акварелью. А сегодня еще я художник-обозреватель коробочки Doodle & Sketch DL Box, содержимое которой является готовым набором для вашего творчества, что намного удобнее и дешевле, чем розничная покупка материалов. Давайте смотреть, что же там внутри. Итак, давайте посмотрим, что же там внутри. Получите и распишитесь. Отлично. Ууу, Arsh. Целая склейка. Вот это сюрприз. Arsh Grand Fin, холодный пресс. Это очень хорошая бумага, потому что фактура Grand Fin позволяет, ну, на самом деле, нарисовать практически все. Это средняя фактура, я ее очень люблю и в основном на ней рисую. И Arsh. Хороший бренд. Тоже я на нем все время работаю. 100% хлопок. И то, что 300 грамм, это позволяет не натягивать на планшет бумагу. То есть, ее не поведет, не покоробит. Прекрасно. Что же дальше? Упаковка. Вкусные батончики. Прекрасно. Очень хорошо. Салфетки. Я в последнее время все чаще использую их. Палитра. Попробуем. Работать с этой палитрой. Кисти. Кисти. Так. Это у нас Рублев. Хороший бренд. Тоненькая колонковая кисть. Очень хорошо. Маленькая, тоненькая, миксовая кисть с белкой. Бельчья. Натуральная. И большая синтетическая. Тоже все. Бренд Рублев. Хороший бренд. Хорошие кисти. И на самом деле набор синтетики и натурального ворса тоже позволяет сделать практически все. Если была бы только синтетика, было бы сложнее. Здесь, я думаю, краски. Ну, краски чуть-чуть похожи. Все для вашего творчества. Дудлинг скетч. Небольшая информация. Наклеечки. Очень приятно. Такие они милые. С таким зелененьким монстриком. И красочки. Так. Красная охра. Лимонная желтая. Желтая глубокая. Спектральная. Ультрамарин. Зеленая. Белая. И оранжевая. Вермиленхюм. Ну что ж. Такая очень богатая и насыщенная теплая гамма. Осенняя. Очень замечательно. Можно нарисовать многое. Но я думаю, что поскольку у нас коробочка осенняя, мы придумаем что-нибудь на эту тему. Я начинаю знакомство с материалами всегда с выкрасок. Чтобы почувствовать бумагу и понять оттенки. Бумагу это я знаю очень хорошо. А вот с красками работаю такими впервые. Поэтому мне интересно посмотреть свойства и оттенки. Краска. Это ультрамарин. Белый. К тому она может смешивать с ультрамарином. Давай более плотный оттенок. Кремон. Кремон, да? Что тоже приятно. Значит больше возможностей. Охра. Дальше это кажется вермилен хью. Тоже очень такая насыщенная, красивая краска. И прозрачная достаточно. Охра красная. Плотная краска. Хотя вот эти две у нас получатся. Вот даже три прозрачные. Вот эти плотные краски. Зеленый такой ядовитый немножко. Я в чистом виде такие зеленые никогда не использую. Но в смесях они красиво себя ведут. И еще для выбранного мной мотива я использую дополнительную краску. Это может быть краплак. В моем случае это ализарин. Просто любую красную краску похолоднее. Но это не обязательно. Вот и все. Сейчас посмотрим некоторые еще. Попробуем замесы. Например у домика такой необычный цвет. Выцвеши. Попробуем посмотреть. Намешать его сразу же в том же что есть. И вот в эту краску. В этот замес можно добавить как раз немножечко белил. Чтобы цвет стал похолоднее и поплотнее. Получится цвет нашего домика. Немножечко мы ставим добавить охра. А в остальном уже будем пробовать непосредственно на работе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok